Особое мнение на 101FM Больше не нашел нигде подтверждения Ну вот якобы ушел глава администрации на две недели в отпуск Я напомню, что фракция КПРФ в вашем лице В лице вашей коллеги Анастасии Воробьевой 31 октября прошлого года Когда Гурдума, собственно, голосовала по кандидатуре Симакова Вы его, в общем, не поддержали тогда, да? За время, прошедшее с той поры, отношение Михаила изменилось К нашему сети-менеджеру Вы тогда его назвали фигурой нераскрытой, да? А будет ли он действительно трудиться в интересах жителей областного центра? Изменилось ли что-то? Ну, собственно, те вопросы, которые мы тогда ставили у нас сегодня В какой-то степени остаются Это были вопросы по команде и по кадрам Даже несмотря на то, что уже прошло немало времени Вопросы эти по кадровой политике остаются Вячеслав Николаевич неоднократно обещал советоваться с фракциями, с депутатами И многократно это делал публичное заседание в Думе и комиссии Так это, в общем, и не происходит до сих пор Но единственное, что да, перестали выносить сразу То есть все-таки дают поработать человеку в должности исполняющего обязанности И дают возможность на него посмотреть Но вот эти моменты так и не исправились Хотя с точки зрения взаимодействия, открытости, да, действительно Как, в общем-то, изначально мы и говорили С ним взаимодействовать достаточно легко Цена связь выходит Всегда реагирует оперативно на какие-то вопросы, которые мы ставим Ну вот, например, какие проблемы удалось решить при непосредственном участии на сети менеджера? Ну, чаще всего же люди обращаются с вопросами благоустройства Какими-то вопросами ЖКХ Придомовая территория, свой дом В зимний период вот было, что там, условно говоря, в зимний период оказалось, что возле железнодорожного вокзала Ни тротуара, ничего нигде не почищено, там снега было, ну, практически по пояс Ну, вот Вячеслав Николаевич, отправляясь от этого вокзала, отправил фотографию Когда вернулся, все уже было почищено, вся площадка уже до вокзала была там в идеальном состоянии Ну, хорошо же, так по-хозяйски, да? То есть, в принципе, к сожалению, пока все это в ручном режиме Это признают, в общем-то, и в некоторые заместители, и там, начальники отделов Что вот пока все равно администрация продолжает в этом ручном режиме какие-то вопросы решать Хотелось бы, чтобы все-таки это специалисты отделов этим занимались А не лично там глава администрации, либо первый зам Но пока вот такая система, она, к сожалению, остается То есть это недонастроено окончательно, вот эти все моменты, какие были Поэтому, ну, а в остальном, там, насчет работы на жителей и так далее Или нет, все равно мы видим, что Вячеслав Николаевич работает с оглядкой на областное правительство И передача школы, это вот эта ситуация, которая на городской думе была в область Единственная школа, которую в городе построили, которая вызвала там массовое возмущение И подобные вопросы, там, вопросы у нас с публичными мероприятиями Они, к сожалению, на уровне города не решаются Они все равно решаются вот на уровне области, с оглядкой на область И зачастую не в интересах жителей города Кирова То есть это сохранилось А компетентность широка кругозора непосредственных подчиненных сети-менеджера, она вас устраивает? Ну, к части его подчиненных вопросов нет То есть мы там, условно, поддерживали там изобрание Печенкина Дмитрий Александрович Да, 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 Дмитрий Александрович Исполняющим обязанности он сейчас, видимо, на ближайшие две недели По тому же начальнику отдела по контрату, Дмитрий, по-моему, тоже Александрович, если не ошибаюсь То есть вот их мы поддерживали По некоторым у нас есть вопросы к кандидатурам Есть по тем, кто уже давно работает Что стоило бы все-таки пересмотреть, насколько они нужны городу и администрации Ну, собственно, по ним мы на каждой думе и выступаем Если у нас какие-то вопросы по кому-то по контрам есть Поэтому, в общем, вот есть те, кто влились и кто работает Вот так же, как глава администрации Вот этот тандем Печенкина и Симаков, мне кажется, очень правильный Очень правильно подобранный Вот этот конкретно кадр Мне кажется, Кондратов очень хорошо в этот список вливается Кадр в хорошем смысле Да, вот А тут остальным есть вопросы Ну, недавние ливни, они как раз опять дали возможность жителям города Покритиковать городскую администрацию, да, за неработающую Плохо работающую ливневку Мы об этом говорим уже много-много лет И предыдущие руководители города Я имею в виду, в первую очередь, Шульгина, да, Илью Шульгина Который говорил, что будет разработана новая проектно-смертная документация Или новая концепция, да, расположение ливневки Ну, вот, ВОЗ и не там, что называется Нет, ну, местами там где-то удалось расширить, да Что делать, как, куда дальше-то идти, ваше видение По поводу ливневой канализации Это вот как раз один из вопросов, которые мы когда еще разводили Вопросы забрания Вячеслава Николаевича Говорили вот насчет стратегии развития города И того, куда городу двигаться И сейчас в рамках там всех юбилейных мероприятий И все остальное, мы видим, как администрация Она вот вынуждена метаться из угла в угол Закрывать какие-то срочно горящие вопросы А если бы все-таки мы говорили о каком-то вот Взгляде, что вот нам надо вот за там Пятидесятилетний там, пять-десять лет Период что-то вот, вот это в городе сделать Это сделать, это сделать И по той же ливневке получается Вот тут участок вроде бы маленько поменяли Там участок поменяли, посмотрели, ага, не получилось Ну давайте вот еще здесь И вот это оно как такое лоскутное дьявол в итоге получается Не целостное Здесь мне кажется, что все-таки должна быть какая-то Целостная программа разработана То есть мы должны полностью проанализировать Где у нас все-таки проблемные места Потому что вроде бы вот у танка там чего-то делали Ну там что-то чистили, оно опять там затопило Но все равно, да, фигурь продолжает фигурировать Расширяться Вроде бы на Карломаркса вот это внизу там Часть данического сада Ну сейчас вроде поменьше топит, но все равно там эта проблема осталась Хотя там тоже что-то делали Поэтому здесь вот все-таки, мне кажется, должно прийти комплексное обследование Всех этих вопросов Куда и чего нужно надевать Потому что даже банально при проектировании Тех же там тротуаров сейчас оказывается Что у нас это не учитывалось Все эти вопросы ливневой канализации Мы когда сейчас обходили улицы С тем же Дмитрий Александрович Печенкиным Вот на Октябрьском проспекте там оказывается Укладывается водоотвод Который просто воду не твует никуда Она также дальше по тротуару должна идти Собственно Он сам заметил, что это неправильно А зачем так делать, если потом функционально не будет это использоваться Собственно, он сам заметил тут же этот вопрос Я тут же написал тем, кто за это отвечает На вопрос То есть для того, чтобы вот эти проблемы решать Нужно брать главу и замглавы Детально по каждой улице, что ли, вводить Все равно должна быть какая-то система И понятно, что... Система контроля, да? В том числе, да И самый-то важный вопрос Вот сейчас, когда готовимся к юбилею Мне кажется, что вот подобные проекты Как раз и должны были, наверное, реализовываться к юбилею города То есть не только какие-то вопросы там внешней красоты города Но и... Не только символика, не только там сувениры Ну вот не то, что... Не только то, что внешне То, что реально может сделать жизнь жителей города лучше Вот если бы, допустим, к юбилею, допустим, область там или федерации Вот эти деньги, которые выделяла мы часть бы потратили на то, чтобы Изменить ситуацию сливневой канализацией Мне кажется, жители были бы очень сильно рады Даже если бы у нас не был выбран там динозаврик или там кто-то на другой виде логотипа Но все упирается, видимо, в деньги Ну, естественно, понятно, что... Мы сейчас будем претендовать на федеральное финансирование, насколько я понимаю Здесь, естественно, город самостоятельно решить эту проблему никак не может Ну, область пообещала помочь Ну, здесь нужны причем-таки серьезные вливания областного Я думаю, что даже из, наверное, областного бюджета будет недостаточно Скорее всего, надо как-то выходить на федеральный уровень и просить деньги там Потому что вот так своими силами точечно, да Вот так и будем какие-то дырки закрывать Но в целом оно картину не поменяет То есть мы, получается, воду просто одного участка на другой переведем Она будет в другом месте затопить Плюсом ко всему, кстати, насчет Ливневки Здесь вопрос ведь в том числе и комплексного подхода при благоустройстве Ну, просто один из примеров Наша улица Орловская, где находится у нас наша партийная приемная В один год там ремонтировали дорогу, подняли асфальт То есть покрытие сделали выше А про тура забыли И второй год подряд Соответственно, с проезжей части все это течет Оказывается, там очень высокий перепад оказался И теперь возле дома там невозможно пройти Ну, на мое замечание, там, правда, теперь выкладывают деревянный настил Люди уже там похохмели по этому поводу Но, как бы, вот обещают, что когда-то сделают А почему нельзя было сразу учесть этот вопрос, когда поднимали асфальт? То есть ремонтировали для того, чтобы потом еще пользоваться еще и деревянными конструкциями Для того, чтобы ноги не мочить Давайте совершим путешествие в родной город для вас, да, Кирово-Чепецк Где тоже мы знаем прекрасно, в том числе из ваших разговоров, да, в нашем эфире Что очень много проблем, как с Ливневкой в Чепецке дела обстоят Я уже потом перейду тоже к новой главе администрации, да И какие в связи с этим у жителей планы вообще Ну, по Ливневке в этот раз Кирово-Чепецку повезло Потому что вот этот залповый дочь, который случился в Кирове Он к Чепецку обошел стороной практически не задел Хотя даже учитывая, что он в меньшей степени оказался над Кирово-Чепецком Там тоже хватило этих участков Вот ситуация примерно такая же, как и в Кирове То есть какие-то участки небольшие пытаются приводить в порядок Локально, да, что-то делать? Да, какие-то там точечные, где там особо большие проблемы Но в целом, к сожалению, это ни к чему кардинально не приводит Потому что ливневая канализация не чистилась там практически много-много лет Какие-то там попытки были, но это все... Вот здесь опять очень большой вопрос к областному правительству Потому что я неоднократно уже, хоть и являясь депутатом городской и Кировской думы Но все-таки обращался, что область должна обратить внимание В том числе и на второй город области Потому что последние там несколько лет он абсолютно заброшен и живет там сам по себе Как может, то есть чем хочет, тем занимается Здесь все-таки надо, чтобы область активно подключилась Потому что если бы вот этот дочь вышел на Кирово-Чепецк Ну там бы люди действительно на резиновых лодках перемещались Потому что там бы не справилось ничего Это, к сожалению, объективный факт Глава администрации новая Ольга Зыкина Тут июнь был, да, таким активным в этом плане Предыдущему главе администрации был вынесен приговор И вот тут новая глава администрации Ваши пожелания, ваше видение Что за человек вообще пришел в должность? Ну, про нее известно не так много Известно, что была глава, можно сказать, сельского поселения Чепецкого района Там тоже оценки разные С разных сторон Там район оценивает Там определенным образом Жители вроде бы более положительно оценивают ее кандидатуру Единственное, что, конечно, вопросы есть Насколько она готова к работе именно в городе Все-таки одно дело, это маленький населенный пункт Другое дело, второй город области С химическим гигантом под боком И всеми теми проблемами, которые у города накопили за эти многие-многие годы Поэтому, конечно, когда предлагалась эта кандидатура Возникли вопросы, насколько она все-таки сможет полноценно руководить Потому что кадров у нее своих там точно нет Ну, откуда у нее могут взяться в городе проверенные кадры Поэтому опираться придется на тех, кто уже есть А здесь... Кто давно уже работает, да? Да, и вопрос, а поменяется ли что-нибудь То есть, учитывая, сколько времени потребовалось на то, чтобы от момента конкурса До момента назначения, там несколько месяцев прошло Вот это тоже был очень интересный момент, когда вроде бы все уже понятно Уже конкурс состоялся, а человека не назначают Вот какая-то пауза непонятная была В итоге, вот этот месяц, который, насколько я понимаю, является уже главой администрации Пока особо себя... Ну, понятно, за месяц мало что можно, может быть, сделать Но публично особо не видели ее в городе Там то, что писали местные СМИ Там, ну, что-то там на стол посмотрело, еще куда-то Поэтому пока оценки давать сложно Единственное, что, конечно, хочется верить, что вот... Вот все-таки главе администрации в Кирове-Чепетске нужно провести максимальную самостоятельность Потому что показал опыт предыдущего главы администрации Когда он выполнял, скажем так, чьи-то поручения В итоге, вот уголовное дело Все-таки здесь надо думать в первую очередь Но сейчас Чепетске, видимо, такое женское прямо начало, да? В руководстве и глава города, и глава администрации Все ключевые фигуры в городе теперь занимают женщины Есть, поговариваю, что первый замглавы администрации может покинуть свой пост Не знаю, покинет, не покинет Это последний мужчина в руководстве городом Потому что и замглавы города, зампредседателя дома, это тоже женщина Ну вот, интересный эксперимент получится Интересный такой расклад, да Ну, по поводу бывшего главы администрации, да, и уголовного дела Тут неожиданно еще сюрприз один прилетел, да Связанный с компанией, с этим подрядчиком, который делал реку времени Тут еще и проблемы возникли с капремонтом школы номер 7 Потому что мы недавно помним прекрасно, да Ну, там параллельно шли обе проблемы Да, собственно, с какой помпой это преподносилось Что вот, наконец-то, долгожданный ремонт состоялся А оказывается, подрядчик из Махачкалы еще и присвоил себе металлические конструкции Вопросы есть Во-первых, есть вопросы о том, насколько вот это заявление Потому что это уже не первое заявление Но подобное уже было до этого И по нему пока никаких результатов нет Из Махачкалы, да, подрядчик? Да, там, по-моему, да Там, да, кстрой сервис, как-то так они называются Самый, то есть, изначально был вопрос о том Почему администрация именно такой формат конкурса выбрала Без каких-то условий, просто кто дешевле сделает Тех и выбрали, собственно говоря Были вопросы, почему там так или иначе контролировали Вот там по уголовному делу много сейчас вопросов Которые возникли Потому что по факту Там, по сути дела, администрация сама всем и рулила, получается Всем, чем только могла рулить, насколько мне известно Поэтому здесь Вот это вот запинывание сейчас подрядчика Выглядит так, как будто бы кто-то пытается Себя ответственность приложить Потому что там и местных субподрядчиков было очень много И муниципальных организаций очень много работало И перерыв достаточно длительный был И непонятно было по тех заданиям много вопросов Поэтому вот как бы я не склонен здесь сразу обвинять подрядчиков в том, что он во всем виноват Который изначально появился Потому что Но его уже включили в реестр недобросовестных Ну, естественно Подрядных организаций Это естественно, хотя вопросов было много В общем-то к администрации по организации процесса работы Потому что большинство тех проблем, которые возникли Можно было избежать, если бы администрация четко выполнила свои функции, свои обязанности Тогда все, что дальше вылилось Вот в то безобразие, которое было И, по сути дела, этот подрядчик взял сразу два крупнейших проекта По нацпроектам в Кирове-Чепецке Которых там раньше не видели И администрация даже не провела работу ни с кем с местными По всей видимости, чтобы там кто-то из крупных местных организаций заявился А вот такая вот никому неизвестная фирма в итоге была Хотя, насколько мне известно, у них на субподряде Работало очень много местных организаций Так что посмотрим, что будет дальше Но подобное уже было, и выводы еще пока делать рано С капитальным ремонтом именно в Кирове-Чепецке возникает тоже вопрос сейчас, проблемы? Ситуация такая же, как вот здесь в Кирове после дождей Когда появились сообщения о том, что крыша затопила очень сильно Крыша была раскрыта Да В Кирове-Чепецке так получилось, что эта ситуация возникла несколько месяцев ранее Там два дома, у которых фотокамп-ремонт каким-то образом так хорошо следил за подрядчиками Что они просто раскрыли крышу и все оставили В итоге квартира уже несколько месяцев подряд там топит Жители бьются, бодаются как могут с фондом Фонд говорит, это мы не виноваты, это все подрядчики виноваты Подрядчик не особо спешит никому ничего компенсировать А уже середина лета И как бы Тут снова был дождь Снова дома затопило А там вообще большой сейчас вопрос после вот этих длительных дождей То есть и потопов, которые были у них в конце весеннего периода, начале летнего Не придется ли признавать нам вообще сейчас дом аварийным? Потому что там такое специфическое перекрытие, что для него вот эти потопы, которые там несколько недель и месяцев практически шли Они даром-то не пройдут И пока вот большие вопросы, во что это выльется для Кирова-Чапецка дальше Это исторические там дома, но это насколько возможно для молодого города Это вот старая часть города И вот тут снова была публикация на прошлой неделе, что по одному из домов так ничего никуда и не сдвинулось Там полкрыши закрыли, половина крыши опять осталась открытой Прошли дожди И мы повторно получаем ту же самую ситуацию Фонд Компремонта категорически не справляется с поставленными обязанностями, задачами Не с точки зрения контроля Поэтому есть большие вопросы к тем, кто занимается этим А проблема сноса ветхих аварийных зданий, она для Чапецка стоит? Или не так остро, как в областном центре? Потому что город действительно еще относительно молодой Для Кирова-Чапецка чуть в меньшей степени Там все-таки часть старых домов уже снесли Но есть микрорайон Каринторф, которым этих домов достаточно большое количество Но самая-то главная проблема сейчас в Кирове-Чапецке Там даже деньги были выделены И сейчас должен строиться дом как раз для переселенцев Но нам уже, по-моему, всем понятно, что этот дом построен в сроке не будет Там на сегодняшний день, по-моему, говорят только котлован А он должен быть построен до конца года До конца этого? Да, до конца этого И, в общем-то, общественники тоже местные бьют во все там колокола Потому что никто особо не торопится Сначала не торопились с проектом Потом не торопились ни с экспертизами И подрядчик, в общем-то, не особо спешит это завершать Он так размеренно, потихонечку, выполняет какие-то там свои функционалы Поэтому, как бы ни получилось, что мы опять Вот в свете всех предыдущих нацпроектов в Чапецке Которые оказались долгостроями Можем получить сейчас еще один неочередной Вот здесь же неоднократно говорилось Что правительство области должно все-таки уделить внимание городу Потому что город на сегодняшний день оказался не способен самостоятельно решать даже такие задачи То есть за эти годы, с точки зрения кадров, там настолько все сейчас печально, скажем так Возвращаясь в областной центр и продолжая тему сноса ветхих аварийных зданий Недавно администрация опубликовала планы на этот год 23 у нас аварийных здания должно быть снесены до конца 2023 года Разговаривали недавно на эту тему с вашей коллегой По коллегой, с вашим коллегой, да, по гурдуме Юрием Шлемензоном Но он сказал, что это крайне недостаточно То есть там несколько сотен домов, по идее, бы надо уже сносить Но пока лишь 23 И особенность позиции администрации заключается в том, что на освободившихся территориях Обязательно нужно делать парки, зеленые зоны Или, может быть, подпарковки их использовать Я знаю, есть ряд депутатов в гурдуме, которые призывают активно к коммерсантам Предпринимателей подключать к этим процедурам Ну, то есть делать какие-то коммерческие, прибыльные и социально значимые объекты на этих территориях Ваше видение Ну вот, я бы больше исходил все-таки из комплексного подхода То есть понятно, что не на месте каждого снесенного дома нам нужен там парк и сквер Там, условно говоря, дома сносить, которые сейчас сносятся в Нововятске Вряд ли там в этих местах нужны везде скверы, парки и парковки Потому что не такая большая проходимость, да? Да, но это где-то там иногда на окраинах даже Бывает, вот как раз недавно обращались, там у них как раз дом на окраине находится И никакой необходимости там в зеленой зоне здесь нет Поэтому здесь вот все-таки хотелось бы, чтобы это был комплексный подход У нас ведь все-таки есть какой-то генплан У нас есть вот там стратегия развития города, которая принималась Недавно И хотелось бы, чтобы вот эти участки, они именно вот в этом ракурсе рассматривались Что может быть где-то там должен появиться как раз наоборот жилой дом Где-то может быть должна появиться какая-то деловая застройка Тут коммерческая и некоммерческая тоже отдельный разговор Может быть город и самостоятельно может как-то принимать эти там решения о строительстве для себя И сам что-то там возводить Может быть, через нацпроекты еще как-то. Но вот все-таки я бы не замыкался только на тех озвученных вариантах благоустройства, все-таки смотрел бы шире. А то у нас получится, что сплошные зеленые пятачки на месте сноса. Причем, учитывая, что это все вопросы... При катастрофической нехватке тех же парковок, например. И параллельно учитывая, что все-таки это надо все содержать, у нас сегодня город еще только учится, скажем так, заниматься озеленением и содержанием этого озеленения. Просто это может оказаться зелеными клочками пустырей, пока деньги не появятся на его благоустройство. Вот поэтому здесь все-таки должен быть комплексный подход. Как, кстати, про озеленение? По озеленению, по теме озеленения в этом году вам нравится подход? И денег больше выделили, и специалистов привлекают различных? Денег, конечно, выделили больше, это да. Хотя, когда нам презентовали зимой схему, то есть как это все вообще должно бы быть, и там, конечно, денег нужно было значительно больше, чтобы увидеть результат. Но то, о чем я говорил неоднократно, эта работа должна была начинаться не в этом году и даже не в прошлом. Это нужно было делать, начинать лет 10 назад. Потому что мы с вами в следующем году... Или даже раньше. Ну, может быть, да. Потому что в следующем году у нас юбилей, мы увидим просто вот эти саженцы по всему городу. Да, где-то они будут более-менее приличного размера, но эффекта пока еще большого не будет. Плюсом ко всему... Ну, можно с другой стороны зайти. 650 лет, город молодой, вот мы посмотрели, да. Можно, конечно, институт. Новая поросль, да. На следующие 650 лет задел такой. Можно, конечно, оптимистичный и так. Но большой вопрос в том, что вот в этом году, допустим, деньги есть, может быть, в следующем году какая-то сумма будет заложена. Но я сомневаюсь, что в перспективе такие большие суммы будут продолжаться, потому что там категорически это недофинансировалось многие годы. Ну, и плюсом ко всему, мы провели небольшой эксперимент. У нас напротив нашей приемной есть там небольшой зеленый участок, где мы решили высадить кустарник, потому что там раньше были деревья, но каждый раз зимой их так травами уничтожали. И вот попытались выяснить, а как это делать с точки зрения закона, то есть как это сделать все максимально законно, согласованно. Вообще какие права у вас есть, да? Да, оказалось, процедура... В чем процедура? Не самая простая, начиная с согласования со всеми коммунальщиками, у кого там проходят сети, заканчивая тем, что на сегодняшний день, как оказалось, вот здесь процедура передачи в собственность, она существует, но ее еще пока никто не проходил. Мы решили, что мы пройдем полностью, мы вот с Светланой Владимировной Кекиной договорились, что мы попробуем этот путь пройти вместе, чтобы понять, а как это все-таки производят. Главным озеленителем, можно сказать, города. Поэтому, конечно, нет, то, что пришла новая команда, это большой плюс, это видно, что все-таки подход более профессиональный, чем это было ранее. Но здесь хотелось бы, чтобы вот хотя бы эту пятилетку город не снижал эти темпы, потому что если мы вот эти два года там что-то будем выделять, а в следующие годы забудем об этом, то весь эффект очень быстро потеряет свой общий смысл. То есть получится, что мы ничего особо и не сделали. А возможность-то есть такая долгосрочная в бюджете предусмотреть эти траты? В принципе, это, в общем-то, я думаю, что... Не только на следующий год, да? Я думаю, что есть, потому что главный вопрос был в технике, которая в городе Кирове была недостаточна, скажем так, для работы. Часть техники нынче закупили, я думаю, что для следующих лет уже не потребуются траты на эту часть. Там уже будет вопрос по конкретно материалам озеленения. Ну, плюсом ко всему, я же раздел с бюджетом для наказов от избирателей, и к депутатам обращалась, там, Елена Васильевна, с этим вопросом, что... На каждого депутата выделяется определенная сумма. Ну, на каждого, получается, на каждого выделяется сумма. Собственно, Елена Васильевна обращалась к депутатам на этот вопрос уделить внимание. Ну, вот мы с Анастасией Сергеевной как раз этим и занялись. С коллегой по фракции. Да, с коллегой по ФРФ. Вот, поэтому если все-таки хотя бы чуть-чуть тут будет уделяться внимание теми же депутатами, все-таки мы все в округах имеем возможность посмотреть, где нужно. Отдел по зеленению навстречу идет, они подсказывают. Поэтому, ну, шанс есть. Там великие ли суммы, которые вы помогаете? Ну, Анастасия Сергеевна по благоустройству скверохудожников, там, по-моему, чуть ли не полтора миллиона выделяется. У меня скромнее... Это грант, да? Нет, это... Ну, там какой-то, может быть, что-то и по гранту, но это конкретно то, что вот в рамках исполнения наказов избирателей. Я так как закреплен за девятым округом, вот на площади Лепси, это маленький пятачок, который оставили недоделанным, мы нынче доделываем. Там небольшая сумма, там, со стрим наказов 350 тысяч рублей, но вроде как обещают, что будет красиво, мы... Я жду с надеждой. Хотя, конечно, кадров в отделе по зеленению очень сильно не хватает, это видно, потому что вот тот же кусочек на площади Лепси планировали сделать уже очень давно. У нас реклама, да, сейчас должна быть, и она будет обязательно через полторы минуты. Продолжим нашу беседу. Михаил Кремлев, напоминаю, в нашей студии, депутат Кировской городской думы, руководитель фракции КПРФ. Сейчас реклама. Особое мнение на 101FM. Продолжаем наш разговор с Михаилом Кремлевым, депутатом Кировской городской думы, руководителем фракции КПРФ. Наверное, Михаил, не проходит и года у нас в Кирове, чтобы мы не обсуждали какие-то новые инициативы, связанные со временем и с местами продажи спиртозадержащей продукции. Да, депутат от «Справедливой России» в областном парламенте Михаил Ковязин начало продажи спиртного с 10 утра, сейчас у нас с 8 это все реализуется. В недалеком прошлом мы еще жили, когда у нас с 10 начало продаваться. Ну и там небольшая еще корректировка по времени продажи в выходной день, в воскресенье завершать не в 23.00, как сейчас, а в 10 часов. Вот что это, как вы оцениваете? Почему эта тема традиционно вызывает повышенный интерес у депутатов разных уровней? Ну, понятно, что проблема алкоголизации населения, она существует, никто ее не отрицает. Единственное, что тема очень удобная, можно так вот периодически какие-то вбрасывать предложения. Кто-то согласится, кто-то не согласится. Да, но вроде обсудили, но кардинально ничего не поменяется. То есть, ну, начнут продавать с 10. Ведь, по сути дела, это вот как с последним законом, который запретил продажу алкоголя в разных там точках. У нас пострадали в итоге федеральные сети, там, хорошо-плохо оценивать не буду, но... Областной закон с 1 марта вступивший. По правке, вернее, с 1 марта вступившая сила. У нас, как депутатов, просили у себя в округе проверить конкретные там точки, которые подходят под этот запрет. Да, федеральные сети, как положено, все закрылись. Но вот те, кто является, во всем-то, источником самого главного зла, на кого жалуются жители, они не пострадали. Так называемые 24 насилия формата. И им подобное. То есть, они нашли обходные пути, они их там всячески находят. И поэтому получается, что в итоге вроде как закон принят, и даже на депутатской комиссии это обсуждалось очень активно, депутаты и сыны говорят, а эффекта-то нет. То есть, получается, закон ради закона. Вот сейчас примерно такая же картинка. Ну, запретят это продавать там 10, но останутся вот эти конторки, которые будут заниматься этим в каком-то другом виде. Ну, будут они там называться там на какие-нибудь кафе, и там втихаря это будет продаваться. Поэтому вот здесь этот подход предложить чего-нибудь, лишь бы предложить, я не поддерживаю. Хотя понятно, что проблема острая, и бороться с ней нужно. Но мне кажется, что все-таки здесь надо разрабатывать какую-то там конкретную программу, может быть, на федеральном даже уровне, и смотреть с разных сторон, как с этим бороться. У вас на округе действительно острая проблема стоит? Много жалоб? Есть, есть точечные места, где жители жалуются на наличие таких точек. Где круглосуточно можно приобрести. Да, где продается подобное. Но есть, допустим, точки, которые продают эти вот спиртосодержащие какие-то там продукты, которые не являются там напитком. И, ну вот, допустим, эти законы на них никак не влияют. И этим с ними не побороться никак. Те точки, которые вот по предыдущему закону, ну, областному, должны были закрыться там, ну, вроде как нет, ситуация улучшилась, это не улучшилось. Поэтому жалобы есть. Я бы не сказал, что, конечно, это повально, там все дома. Но дома, где они расположены, обычно они больше всего и недовольны. Ну, и понятно, с таким соседством. Ну, более кардинальным тут выглядит предложение, прозвучавшее в конце прошлой недели, в пятницу. Это фракция ДПР в Государственной Думе. С утра они писали о том, что мы сегодня внесем этот законопроект на рассмотрение Нижней Палаты в парламент. И не знаю, внесли или не внесли. Но речь идет о том, чтобы вообще запретить в гастрономах, в супермаркетах торговать алкоголем, вынести это все в отдельный магазин, алкомаркет. Как их принято называть. Далеко не первый раз тоже звучит данное предложение. Вы как оцениваете? Ну, мне кажется, это тоже закон, предложение немножко странное. Потому что опять мы играем на руку тем, кто будет этим торговать. Практически получается, что почти монопольно. Особо, мне кажется, это ни на что не повлияет. Хотя был там промежуток времени, вот я когда был подростком, помню, что у нас в магазине напротив дома в супермаркете был отдельный отдел, который вот в продуктовом магазине, куда можно было зайти, тем, кому нужно было. То есть они как сейчас. То есть потоки не пересекались, да? Отдельно. За хлебушком. Касса и так далее. Ну, вот потом что-то поменялось, все похоже, там изменилось, разрешилось, и стали свободнее делать. Не знаю, я говорю, вот это латание каких-то дыр получается. Мне кажется, что ничего полезного из этого не выйдет, потому что те, кто покупают алкоголь в крупных магазинах или там в супермаркетах еще где-то, ну, это как раз вот не те люди, на которых-то, в общем-то, и жалуются, и которые являются источниками какого-то социального поведения. Поэтому, не знаю, вот очень сомнительная инициатива. Ну, они-то там это аргументируют тем, чтобы не было так называемых спонтанных покупок, да, спиртного. То есть пришел ты за колбасой, за хлебом, а тут увидел эту красивую витрину, и тебя вот как-то щелкнуло у тебя в мозгу, а не купить ли мне? А если и не увидят, то и не купят. Вот такая логика. Ну, здесь надо обсуждать с разным экспертным сообществом, возможно, с маркетологами какими-то. С профессиональными психологами, да, насколько это реклама. Может быть, это в магазине выделить снова в отдельный там отдел. Я не знаю. Но мне кажется, что вот этот вопрос, он, ну, опять же, вот, чтобы поднять к себе внимание. Я смотрю на него так, да. Ну, и еще одно предложение ЛДПР, оно касается уже людей, которые находятся в браке, да, у которых печать, соответствующий штамп в паспорте. Завтра мы собираемся, кстати, эту тему подробно обсудить в программе «Дневной разворот». В общем, это наши депутаты ОЗС от ЛДПР, и, кстати, не только там кто-то еще подключился, в общем, предлагают и у нас на региональном уровне реализовать закон, по которому люди, прожившие в браке 50, 60, 70 лет, получали вот из областного бюджета какую-то компенсацию. Я помониторил ситуацию. Примерно в двух десятках российских регионов существуют такие местные законы, в том числе и в Москве. Это тоже есть там. По данным на прошлый год, на 22-й, по достижении вот этого возраста золотой свадьбы, один из супругов может претендовать на компенсацию в 23 тысячи рублей. Советник губернатора Кировской области Михаил Курашин, общались мы на прошлой неделе здесь, в прямом эфире, он сказал, что я бы уменьшил эту планку 5 лет, 10 лет брака, потому что это такой, достаточно противоречивый уже возраст нахождения в законном браке, и многие семьи распадаются. А если мы тут их денежкой немножко поддержим, может быть, они и решат дальше находиться в законном браке. Мне кажется, что мотивация сохранения брака финансовыми выживаниями, несмотря на те проблемы, которые могут быть в этой семье... Ну не знаю, сейчас в наше непростое финансовое время может быть, и это бы оказалось каким-то серьезным аргументом. Возможно, но обычно, то есть, скажем так, мне кажется, это не совсем та страна, с которой нужно заходить к этой проблеме. С точки зрения награждения тех, кто действительно много лет в браке, это как бы как часть пропаганды может быть семейных ценностей, и награждение тех. У нас же есть награды для таких семей, для многодетных даже есть, какие-то государственные. Поэтому, может быть, как часть вот этой политики это было бы правильно и неплохо. С точки зрения того, чтобы деньгами поощрять всех, у кого есть семья, там, 5-10 и так далее, сложный вопрос. Потому что, как пример, вот есть где проблемы, там могут быть. Всякие семьи бывают, бывают и все-таки у которых асоциальный образ жизни. Их вот этими выплатами, ну я не знаю, сколько это правильно, перейдить все на коммерческие рельсы, на то, что вот давайте там вы расписались, 5 лет прожили, вот держите вам деньги. Не знаю, сомнительно. А вот с точки зрения пропаганды семейных ценностей, это было бы верно и правильно. С какого момента можно было бы, на ваш взгляд, Михаил? 50 много? Нет, я был бы не против, учитывая, что у меня родители там 20 лет брака, чтобы им начали что-то платить. Я был бы только за. Вот давайте 20 лет брака. Ну вот, может быть, там 20-25. Вот с этого момента. Может быть, это было и правильнее. Все-таки это действительно уже пройденная большая жизнь между людьми. Может быть, это было и верно. Ну, здесь надо, может быть, спросить все-таки более широкий круг людей, как они к этому относятся. Ну да, согласен, что нужно привлекать большое такое экспертное сообщество для того, чтобы понять и разобраться. 5-10 лет, это достойно или недостойно, да? Еще люди, прожившие в браке. Но 50 лет, ну вот на мой взгляд, знаете, учитывая продолжительность жизни мужчин в нашем регионе... Но это не такое большое количество. 65-66, если не ошибаюсь, сейчас лет. Да, это очень небольшое количество будет, к сожалению. Не все, далеко, да, мягко говоря, далеко не все семьи просто дотянут до золотой свадьбы, до 50-летия, которая будет им, собственно, позволять претендовать на какую-то поощрительную выплату. Смотрю на время, да, смотрю на время, 30 секунд буквально остается. Спасибо, что откликнулись на приглашение сегодня, Михаил, прийти пообщаться. Спасибо вам. Да, да. Удачи, Михаил Кремлев, депутат Кировской городской думы, руководитель фракции КПРФ. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.